Итак, всем привет, дорогие мои! Как у вас дела у всех? У меня дела нормально? Огромное вам спасибо за то, что вы помогаете маме на утробукс собирать. Мы уже почти все собрали. Огромнейшее вам спасибо, огромнейшее. Это очень много для нас назначить, поверьте нам. Почти собрали, еще капли костров собрать. И потом я новый сбор объявляю просто на поддержку канала. Каждый месяц будет новый сбор объявлять. Небольшую сумму на покупку одной игры или так, или так, других, или так, других что-нибудь. Ну, это попозже. Я новый сбор создал. Каждый месяц будем на поддержку канала. Небольшой сбор собрать. Я хотел бы рассказать такую историю. Она все. Тоже мне хотелось ей сказать. Вот как мы едем салют в девятнадцатые годы. И как я ждал выступление русской команды в форте боярд. Давайте начнем. форте боярд. Я просто обожаю смотреть в девятнадцатые годы. Все смотрели форте боярд. Я мама, моя дедушка, двоюродная сестра. Все абсолютно смотрели. Ну, кроме папы и бабушки. Они такие шоу не любили. Вот. И вот мы каждый выходной смотрели форте боярд. Помню, один раз даже уборка была. Уборка была в зале. Все кресла были перевернуты. Но мы специально оставили кресла не перевернутым, чтобы я смотрел форте боярд. Форте боярд. Извиняюсь. Недавно только что поел и их попил. Возьму. Они большая такая астрюшка идет. Извините. Так вот. Дорога для меня форте боярд это когда вообще такая локация красивая. Очень я хотел там побывать. Там очень красивое море. И небо очень красивое. И вообще вот это вот что находится во Франции. И конечно детское воображение мне тогда было бы будоражило. Да сейчас будоражило то, что место такое вот необычное. И испытание там проходит. Интересное шоу там проходит именно. И я смотрел именно смотрел вот оригинальные под видео. От НТВ. Выпуске французские с переводом. Вот. А потом когда объявили, что команда НТВ ведущих туда поедет, ой ребят, я так обрадовался, я так обрадовался, что мне прям хотелось по комнате плясать, чтобы наши русские туда тоже поедут, и будет все по-русски. Я ждал дня Анушуса этого, вот, я очень ждал этого дня, когда покажут это все, когда русскую команду Форд Боярда покажут. Ну тут еще такое событие было, я не знаю, до показа или после показа это все было. Дело в том, что у нас в поселке был какой-то праздник, то ли один строителя, то ли еще что-то, но был салют, салют был. Вечером поздно, где-то в десять часов, мы конечно же собрались, вот, с мамой с папой поехать на работу в ковцу, потому что там, просматривались, что у нас там, нет, подождите, это было на берегу Волги, где-то близко у воды, да, мы там смотрели, а другие салюты, мы рассмотрели, мы рассмотрели на работу в отца, потому что там просматривались, что я хочу на другой берег Волги. Ну и, короче говоря, вот, я до сих пор не могу вспомнить, до показа русской форды, наверное, мы поехали, или после показа русской форды, наверное, это не так важно, потому что это случилось в один и тот же период. Может быть, я сперва посмотрел этот форды, вот, а потом уже мы в этот вечер поехали смотреть салют, не исключаю такого. В общем, сперва давайте про форды поезд, потому что я, конечно, очень ждал этого, помню, мы с дедушкой включили телевизор в назначенное время, и стали смотреть этот выпуск, и нам очень понравилось, как выставка команды НТВ, для нас это было в новинку, то, что русские туда поехали. Все были под впечатлением, а это хочу напомнить, что не один выпуск, а несколько выпусков, 10 выпусков, по-моему, было, вот, и, и, и давайте, давайте предположим то, что в этот же вечер пошли выпуск этого, мы поехали в этот салют. Салют был, ребят, просто невообразимо красивый, правда, тем более мы ходили очень близко от берега Волги, а салют спускался в НТВ, и это было все, на небе все очень было крупно, практически, вот как вот, ну, не знаю, очень, очень близко вот, все можно было смотреть, и так было красиво, правда, так было красиво, я этот вечер никогда не забуду, вот. Вот. Значит, еще так вот, так вот, посмотрели, и чуть так, это, по дороге решили заехать, как у нашей тети, она жила неподалеку, где-то, в микрорайоне, и вот, и мы заехали, просто так вот, пообщаться, Посталет, вот. А, помню, мы, 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 и с ее, со с сыновьями пообщались так в прихожей, немножечко так пообщались, ну где-то минут 10, может быть. Дело-то было позднее, где-то 11 часов, может быть около 10, а мне было тогда где-то 10 лет, да около 10, может быть, вот как-то так. Я так поздно ладу спать, очень редко и мне было от этого усилия, что я типа как вздошлый ладу спать поздно, но это еще не все, мы приехали домой и решили еще на кухне посидеть с дедушкой и с мамой и с папой, и наверное 20 минут где-то обсуждали салют, вот и в этот вечер, то и фонд боя обсуждали, в общем, ну я не знаю сколько мы сидели, на кухне обсуждали все это, но легли мы где-то 12 часов ночи, мы так вот легли счастливые, с новыми воспоминаниями, вот. Ну что я хочу сказать дальше дальше, дальше я естественно посмотрел все русские выпуски Форд Байард от РНТВ и дальше смотрел французские оригинальные выпуски, вот, ну потом шел, начало скатываться как-то по-вниз, и его начали в 2002 году показывать, на канале РНТВ и русский шоу, абсолютно русский, и его вёл Леонид Ярмольник, вот, ну и... Оно еще было такое, еще можно сказать такое, оно еще было поставлен лекаром, вот, но уже не такое оно, казалось мне, не такое, мистическое и так далее, я тогда уже резко его смотрел, потом его тетя тоже, тоже, в... 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 т, в... в. пурс, в... 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 вunun... в... в... в spend spill Русскую НТВ. Вот. Вот такая вот история, связанная с Фордом Боярдом и Сайдутом. Сайд Сайдут, кстати, мы в детстве очень много раз смотрели. Вот. Из отцовской работы и других мест. Вот. Довольно часто ездили смотреть. Иногда просто в окошко смотрели, но это было реже. На 9 мая на День Победы чаще всего ездили. Помню один такой вечер был. Не помню. Не помню какой год, к сожалению, но до середины 90-х годов. Вот. Тоже Сайдут пропланировал, что уже был подступал вечер. Потери купил этот Каброн. Каброн. Перепел какой-то. Песню, по-моему, День Победы. Или что-то вроде. И вот мы начали собираться на салюты. Вот. Начали одеваться. А он ещё по телеку выступал и выступал. Вот. Запомнился мне этот вечер. Ветер почему-то ещё. Вот такой вот вечер тоже заполнился. А так, да, так, да. Вот так вот мы и проводили. 9 мая. День строителя. Ездили смотреть салюты. Вот. Ну и про Форба ежет. Вот такая вот история. Короткое такое видео получилось. А что-то у меня непонятки какие-то. С настроением ребят подлести. В последнее время хоть таблетки и помогают, но почему-то грусть. С утра и... Вечером всё равно немножко пробивается. Ну, таблетки, да, антидепрессантны. Мне... просто он дал мне возможность их перебить. Вот. Ну, это просто такой период. Я ещё... Дальше играть? Я не знаю. Вот. Вот это всё меня расстраивает. Ну, так. Всё хорошо. Спасибо вам за поддержку. За комментарий. Слава Богу. Слава Богу. Канал растёт. Канал развивается. Вот. Ну, будет ещё настроение и... И возможность. Расскажу вам ещё какую-нибудь историю. Вот. А пока на этом это всё. Всем пока. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok